Итак, врываемся мы все-таки, наконец-таки, на начало игры. У нас играет SuperJ против Энтони. Если честно, об Энтони я раньше не особо-то слышал. Сейчас я посмотрю на Госу Геймерс, что это за игрок. Так, Госу Геймерс. А вот SuperJ очень крутой, если не ошибаюсь, немецкий игрок. Итак, кстати, привет всем. Да, новая запись же началась. У нас AnokMajor продолжается. 128 игроков сейчас. И, собственно, играет SuperJ против Энтони. Три колоды, конквест, все как обычно. Неплохое начало здесь у SuperJ. Получилось ему учительницу выставить через монетку. И здесь хорошо он накинул яд. И, собственно, забрал у нас Таурисана. Единственная проблема сейчас у него остается только в том, что существа немного удешевлены. Ну, выставляет Таун. В принципе, адекватная и, наверное, единственная правильная игра от Роги. Хорошая, очень хорошая рука в начале у Роги была. Действительно, просто топовая. Что уж и говорить. Так, сейчас, сейчас, ну секунду, посмотрю я все-таки. Что это у нас за игрок Энтони? Решает у нас почистить с помощью разбафанного потрошения. Да, действительно, стол сейчас против Друида смотрится великолепно, очень мощно. Энтони ХС. Нет, это новый игрок, абсолютно новый. И по нему никакой статистики нет. Ну, как говорится, может быть, удастся ему сегодня показать себя. Посмотрим. Слишком хорошее начало у Роги. Все у него получается. И рука еще дополнительно спринтом обогащается. Ну, все очень круто. Нужно выставлять Ancient of War. Ну, ну, посмотрим, летало, как я понимаю, еще нет. Или уже есть? 4, 8. Нет, 2 урона долетало, не хватает. Ну. Как разыграть здесь лучше? Возможно, сейчас, прямо сейчас стоит отдать спринт. Сделать еще одного маленького ученика. И как-то уже добрать с существами. Ну, может быть, выйдет еще одна подготовка. И возврат в руку. Ну, нет, не заходит. Но заходит удар в спину, который помогает полегче. Очистить это дерево. 16 урона. Еще нужно друиду нанести, чтобы победить. Ну, это будет очень трудно. Особенно, когда у него остается всего лишь 2 хп. Довольно-таки тяжеловатая колода у друида, если честно. Видимо, здесь Черного Рыцаря. Черный Рыцарь. Классная карта. И, в самом деле, в прошлом месяце, в конце сезона я тоже... Нет, даже позапрошлом месяце, наверное, я использовал Черного Рыцаря. Как-то было под мету, неплохо заходило. И почти в каждой партии он имел место быть. Но смотрится он слишком тяжело. 6 маны это чересчур. И если бы он не был настолько вариативным, может быть, еще было более-менее. Но уж очень-очень слабоват, если честно. Ну что, первую партию СуперДжей берет очень-очень просто. Рога для него это абсолютно, как это называется, сигнатурный класс. В том месяце я, даже в этом месяце, я не раз в Европе играл с ним. И он действительно тренировал свою Рогу. И постоянно он играет. Один из самых лучших его классов. Ну что, ну можно разыграть сейчас. А в темп, я думаю... Интересно, можно выставить Берсеркера, но... Что здесь опережать? В принципе, если выйдет тот же... Да нет, наверное, Акалит смотрится как-то... Мне нравится Теннервейд, который можно потратить и дополнительно добрать. Ну, посмотрим, что у нас выберет немецкий игрок. Как по мне, Акалит смотрится, ну, очень неплохо, достойно. Или же выберет Берсеркера. Будет набирать у нас темп с самого начала. Берсеркер и Крошер следом это очень-очень мощно. Особенно для Друида, у которого не задалось начало. Насколько мы видим. Вот так разыгрывает все-таки Берсеркера. И в ответ идет Тень. Ну что, теперь действительно уже Акалит. Так, ну здесь я тоже, на самом деле, задумался, как лучше поступить. Наверное, лучше Гнев потратить и Силу Героя. Как-то так. Да, действительно делает Шепшифт. Я вижу, что Гнев тоже пропал с руки. Видимо, так разыграл у нас Друид. В принципе, остается в живых у нас Тень. И стол полностью очищен. Минимум добора. Ну что. Крошер и Нарвейд. Ой, Нарейдж. Ну, смотрится неплохо. Нарейдж можно отдать. Угу. Так играет. В темп у нас сейчас только Крошер остался. Угу. Ну что, наверное, Крошер и Корни. Хотя Корни можно и сохранить. Ну нет, Корни действительно здесь смотрятся неплохо. Сейчас не стоит волноваться о том, что пойдет какая-то раскрутка. Нет активированного курса. И в принципе, тратить раскрутку только, чтобы зачистить Корней. Это не та игра, которая может привести к победе. Ну что. Размен Крошера. Ох. Не помешало бы сейчас оружие в руке у Супер Джи Джея. Ну что, будет играть Армор Смит и Ака Алита. Ну да, наверное, сначала подразменяться было бы сначала Крошерами. А, вот так он не хочет равняться Крошерами. Он просто подконтроливает одного Саплинга. Ну, интересно. И вот заходит опять этот тяжелый Блэк Найт. Бху. Ну, наверное, Тури Сан. Тури Сан здесь смотрится элитно. Посмотрим, что сыграет Энтони. Нужно что-то делать с этим столом. И решает он потратить рор. Вылетает одно из самых крутых существ. Да, полностью чистит стол. И остается в неплохом положении, если честно. Хотя бы есть сейчас существо. И он маломайский, готов к выходу патронов. Но дело в том, что не хватает оружия. Действительно не хватает оружия. Не хватает того самого укуса, которому можно было бы сейчас... Неплохо здесь развернуться. Ну что, да, выходит Гуля. И, как я понимаю, выйдет чертовски крутой Блэк Найт. Видимо, для этого он и заводился. Да, Найт Вэлью. Ну, что, ну если не сейчас, то когда? Хоть какой-то Вэлью получить. Да, Крошер остается с одним ХП. И, наверное, он разменяется с другим Крошером. Посмотрим на дропы. Да. И хуже намного, конечно же, дела обстоят для друида. Потому что умирает его друид. В смысле, Блэк Найт. И еще и разбирается паук. Еще хуже. Да, действительно, все очень-очень не круто. Вот и бум. Вот и бум. На бум есть аж две казни. Ну что, Йелла Патрон? Йелла Патрон. Точнее Йола. Ну, так себе. Дейка, на мой взгляд. Хорошо было еще надо добор сделать. Ну, Патрон слишком рискованно. Слишком рискованно. Да и стоит ли это того? Наверное, стоит. Как я понимаю, да, казнь. Непростая ситуация у Супер Джи Джея. Действительно, есть о чем подумать. И Патрон все же выходит. Ну что, смотрим. Продолжит ли вести Супер Джи Джея. Нет, не везет. Но это было бы совсем несправедливо, если честно. Ну что, нужно делать Сайленс. Сайленс и Лодхип смотрятся отлично по мане. Решают вот так сыграть. Ну вот этот ход я на самом деле не до конца понял, если честно. А если бы бомба полетела в лицо, то было бы... То было бы 3 хп, но ты после этого салить просто так теряешь бомбу. Ну, ну да ладно. Сыграл как сыграл. И теперь, собственно, у нас ситуация в следующем. Нужно в любом случае тратить, наверное, Кипера. Он смотрится здесь получше. Кипер одна из самых бесполезных карт сейчас. Против Патрона можно ее сейчас выставить, потому что потом она будет смотреться некачественно, когда будут раскручены Патроны. Ну, в общем, Друид полностью злодел у нас ситуацией. И Супер Джей, наверное, нужно биться об Таврисана, чтобы на следующий ход его забирать. Или даже КС не забирать. И подводить свое здоровье к красному метке. Как бы это странно не звучало, потому что нужно с помощью Болтал Рейджа добрать, добрать карт. Ну что, есть вообще ли смысл выставлять этого пирата? Нет, не выставляет. И выходит Ancient of Lore. Ну, смотрим, теперь еще Древо Войны и Свайп. Крайне-крайне трудно будет теперь играть Супер Джейджей. Наверное, это ГГ. Ну, действительно, сейчас Древо Войны, когда оно выйдет на следующий ход, допустим, на стол, его обыграть будет уже практически невозможно. Если только второй берсерк как-то раскрученный, ну, это уже практически невозможно. Напомню, что две казни ушло, и две же казни ушло, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, практически вырулить с такой ситуацией будет очень и очень трудно. Выходит у нас Кипер. Ой, в смысле, что выходит Кипер. Выходит Армор Смит, извиняюсь. И Пират. Ну что, под контроль. Дерево, Гнев. Или Дерево и Дракон. Ну, как-то так. На Дракон смотрится неплохо. Ну, видимо, сыграл сначала Дерево, значит, Дракон уже не выйдет, потому что Дракон бы лучше смотрелся в начале. Не тратит Гнев, кстати. Возможно, хочет оставить Гнев под Патронов. Ну, тут уже такая себе история под Патронов, которые непонятно зайдут ли. Но заходит один Патрон, но не заходит раскрутка. Поэтому не сдается Супер Джей. Понятно, что сдаваться глупо, особенно в таких турнирах. А вот Дракон. Гнев, как я понимаю, будет в Пирата на добор, да? И выходит второй свайп. В принципе, можно и свайп сейчас отдать. Я не думаю, что это настолько слабо. Ну, действительно, только если задуматься о том, что брони набирает воин. Но это настолько непринципиально сейчас. Главное, это контроль стола. И воину уже практически невозможно выкрутиться. Выходит у нас Белчер. И да, наконец-таки немецкий игрок понимает, что действительно дальше тянуть уже абсолютно бесполезно. Я бы сказал, тут бы он не вырулил никак. 1-1. 1-1. И остается Паладин. И Варлок у Энтони против Патрона. И Мага у Супер Джей. Да, это у нас Фриз против Зоо Лока. Неприятный для себя матчап. Поймал Зоо Лок. Ну, посмотрим, может быть ему удастся здесь что-то допоказать. Неплохая у него рука. Наверное, нас стоит начать с Дарк Пэдлера. Хоть какой-то урон сразу же будет на столе. Плюс возможность сразу же справиться с ранними существами. Чтобы они не мешались. Но решает разыграть яйцо. Ну, хозяин Барин, как говорится. Возможно, просто Энтони не знал, что Супер Джей будет играть Фриза. Все возможно. И даже теперь Пэдлера не играет. Играет у нас Паука. Ну, непонятно немножко, но да ладно. Ну, есть у нас сержанты, поэтому... Все неплохо. Сейчас Ейсо разобьется. Хотя Яйцо разбивать тоже такая себе идея. Нет, ну, на такой ранней стадии, конечно, на третьем ходу разбить Яйцо в принципе не так плохо. Объясняю почему. Потому что пока мало способов справиться с этим Яйцом. Действительно мало. И тут уж действительно можно создать такую раннюю агрессию в виде вот таких тяжелых существ, как 4-4 на руб. Мортал Коил дополняет руку Зоо Лока. Айс Барьер срабатывает. Дум-сэр, ну, в общем, комбо зайдет как нельзя лучше. Я думаю, сейчас немножко пожалел Антони на то, что из Яйца вылупился на руб. Ну, как сыграл, так сыграл. Добирает еще картос. Да, теперь остается только два Паука. В принципе, в принципе, у СуперДиджея тоже не идеальнейшая рука. Сейчас у него мало доборов. Неплохо было поймать безумного ученого, который достал секрет из колоды. Но на руке оказался и другой секрет. Это уже не очень приятно. Сейчас два Фростболта, два Эйс Лэнса. Ну, не мечта, скажем так. Нужно какое-то АОЕ сейчас, чтобы прожить дольше. Не думаю, что сейчас Зоолок будет часто тапаться, потому что у него полная рука. Так, Алекстраза. Алекстраза это очень круто. Без вопросов. И в принципе, в принципе, теперь не обязательно держать столько много заморозок. Можно даже отдать. Можно даже отдать одну стрелу. Да, и Айс Лэнс можно будет сыграть на восьмой ход в подконтроль. Ну, один Айс Лэнс, разумеется. Сыграть в подконтроль какого-то мощного существа, например, гиганта. Который мог бы выйти, если бы он был, разумеется, сейчас в руке у Зоолока. Но его нету. И разыграть его будет, разумеется, проблематично. Ну, так что, наверное, Айс Лэнс в Жонглера. Посмотрим сначала на топ-деки с Аркан Интеллекта. А вот и Близзард. Ну, теперь мне нравится ход Думсейр и Айс Лэнс в Жонглера. Но тогда выживет Паук 2-1. Ну, такая, скажем так, палка о двух концах. Ну, или Паук 2-1, или Сержант, это не важно. А, нет, не выживет. Как раз 5 маны. Да, 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 что-то я неправильно посчитал. Действительно, очень классный ход. Айс Лэнс в Жонглера, потому что он, в принципе, практически бесполезен. Мы знаем, что хила никакого нет у Зоолока в колоде. И, в принципе, вот этот 3 урона с Фростболта, плюс 4 с Айс Лэнса, потом 10 урона дойдут с Парабласта. Этого будет полностью хватать. Налетал после того, как Элистраза выстрелит на 9 мане. Думсейр, Айс Лэнс и Пинк в Паука. Собственно, наверное, это лучшая игра сейчас здесь. Ну и что, неужели не потратит Айс Лэнс? Да, действительно, не тратит. Думсейр у нас под боем. Лодхип. Лодхип-то тоже. Лодхип не тоже. Это, наверное, единственное мощнейшее оружие, которое может помочь справиться с Фризом. Ну, тут тоже нужно смотреть. Ну, сейчас, наверное, рановато его разыгрывать. Интересно, догадывается ли Энтони об этом. Жонглер и Гэнг Босс. Или вообще ничего не разыграет, чтобы оставить место для Лодхипа. Это тоже очень хорошая игра на самом-то деле. Классно, классно, разыгрывает Энтони. Мне нравится этот игрок. Ох. Так, секунду. Находит у нас летал. Ну, не знаю. В принципе, 6, 7, 8 урона. 9, 10, 11 на столе. Ну да, можно отдать. Даже если у нас пропустит Супер Джей следующий ход из-за Лодхипа. Скорее всего, он не умрёт. Ну, чем чёрт не шутит. Можно разыграть сейчас Аликстразу. Аликстраза и тогда там... Или вообще факел, да, в яйцо и разыграть Близзард. Потому что стол у Зоу Лока выглядит очень страшно. И действительно так разыгрывает. Класс. Да, получает 2 лишних Жонглер. В смысле, 2 лишних кинжала, но это не так страшно. И заходит ещё один качественный топ-дек для Зоу Лока. Лерой Дженкинс. Угу. Ну, сейчас Лодхип плохо, плохо, плохо. Нужно гангбосса разыгрывать и... Пускать на 4 в копьё. Ну, вот да. Разыграл он сейчас Лодхипа. И поймает Аликстразу на следующий ход. В принципе, всё ещё возможно. Всё ещё возможно. Неплохой стол у Зоу Лока. И справиться с ним пока Супер Джей не сможет. Посмотрим. Отдал он у нас... Факел. Ой, ночь уже на дворе. Отдал факел, поэтому урон может и не залететь, как нужно. Ну, подождите. Сейчас Аликстраза. 5, 8, 9, 10, 11, 15 урона на столе. Сейчас у Зоу Лока. Если выходит Лерой с переполняшкой... Это... Это КГ. Но есть ли другая... Другая возможность. Сейчас вешать Айсблок. Подмораживает у нас Лодхипа. И убивает... Убивает Аргус. Вот так играет. Да, прекрасный ход. Сейчас действительно... У меня, наверное, уже просто голова не варит. Поздняя ночь. Но этот ход действительно смотрелся великолепно. Ведь на следующий ход вешается Айсблок, который был очень хорошим заходом. И, собственно, это будет ГГ. Лодхипа больше нету. Подхилов нету. И... Ну и все. Собственно, можно заканчивать. Потом будет эпичный конец с помощью парабласта. Да. Немецкий игрок понимает, что он выиграл. И Аликстраза не пригодилась. Даже вот так играет он под контроль. Ну что, будем ждать. Последняя колода у немецкого игрока. Это Патрон, которым пока не удалось ему выиграть. А у Энтони остается его зоолок. И... Если честно, я не помню. Ну, сейчас нам покажут немецкий. Да, сейчас нам покажут. Айсблок разбивается. Но уже смысла в этом никакого нету. Забирает он одного паука. Чтобы вышел, если что, Лерой. Если вдруг пойдет Фростнова. Ну, Фростнова, разумеется, никакой нету. Есть только парабласт в лицо. Ну что, поздравляем. Супер Джей. Очень мощный соперник. И его Патрон вполне, вполне по силам. Может обыграть и Паладина, и зоолока. Хорошие шансы. Действительно хорошие. Ну и посмотрим. Быстро начинается партия. Играет у нас зоолок. Вот тут неплохой заход. Оставляет слэм. Не оставляет раскрутку. Не самое плохое начало у Супер Джей. Отличный. Отличный дроп. Десбайт. Просто шикарно. И здесь, наверное, нужно пропускать ход. Ну, Дарк Пэдлер дал. Дарк Пэдлер хуже, чем Джанглер для Супер Джея. Так бы он с легкостью слэма мог бы убить Джанглера. А вот слэм тратить на Пэдлера намного, намного неприятнее. Скажем так, жалко. Так что, наверное, Армор Смит выйдет здесь. Или же все-таки потратит. Нет, тратит. Да, действительно. Все по мане. Все здорово. Ну, что ж, Англер имп. Да. Легкая игра по мане. Не нужно расчехлять. оружием. Да, и лучше брать Десбайт. Хотя по большей части Десбайт смотрится здесь абсолютно так же, как и огненная секира. Может быть, стоил огненный секира взять. Нет, не Акалита в руке. У немецкого игрока нет ни патронов. Ну, в общем, в любом случае придется биться. Кстати, механо-усилитель сыграл не так уж и здорово. Дал он бабл лимпу и таунт жонглеру. Лучше бы он наоборот это сделал. Так, ну, теперь у нас есть еще и дополнительная раскрутка. И после удара по жонглеру разыгрывает двух Армор Смит. Ну, пока с этими Армор Смит сложно справиться, но до того момента, как заходит стоп-дека Аргус. Как-то это нечестно даже немножко смотрится. Да, две Армор Смит легко-легко умирают. Даже очень легко. И стол сейчас выглядит очень-очень мощно. Ну, нужно, наверное, контролить... Тут единственный вопрос. Чем? Нельзя тратить раскрутку, так как патрон уже в руке. Это последняя надежда на то, чтобы неплохо разыграть. Но... Также и Крошера бы хотелось выпустить. Может быть и добор сделать. Посмотрим, что у нас выберет немецкий игрок. Так, тоже бить по импу. Сейчас с огненной секиры... Тоже очень не хочется. Слишком много урона. И кто знает, что там дальше выйдет на стол. Да, но выхода нет. Крошера бы смотрелся здесь как-то слабовато. Ого! Разыгрывает у нас раскрутку. Не то, чтобы просто убить существо 4.1. И сделать поменьше существенно столя. Очень классно. Очень круто. Угу. Ну, здесь, наверное, нужно брать реликварию. Она больше всего, как по мне, имеет смысл. Неплохо она может зайти. Особенно в такую колоду зоолока. Ну что, думаю, это он над хавком. Ну... Может быть, конечно. Но реликвария смотрится получше. Можно распамить. Вот еще и ползун под это дело. Ну что, крошер, слэм и огненная секира. Или уже слэм можно не тратить. Сделать просто. Armor Up. Armor тоже не будет лишним. Да, просто играет Armor Up. Угу. Интересно. Бронящий сержант имя на пауков. Разбить их, чтобы они наспамились. И... Дешевле вышли гиганты. И, как понимаем, приблизились. У нас реликвария. Ну и тут вопрос в чем. Разыграть ли Гармока, чтобы убить вот это существо 3-2. Или же сразу же играть гиганта. Ну, гигант смотрится намного-намного красивее. И под контроль обычным своим существом нету казни. Посмотрим, удастся ли заполучить ее с помощью слэма. Нет, нет, не приходит. Наверное, нужно... Поставить Белчера. Да, Супер Джей недоволен. Понимает, что дела идут не самым лучшим образом. Далеко не самым лучшим образом. Ну что, гигант. Надо выпускать его. После Гармок, разумеется, чтобы он тоже стоил 4 маны. Все это смотрится великолепно. Хотя, возможно, и... Можно подождать, потому что и так слишком много сейчас урона сконцентрировано на этом столе. Сейчас 8 залетит в лицо. Даже 9. Собственно, это уже предлетальное состояние. Да, в принципе, можно уже выпускать ту рекварию. Не имеет в нас смысла. Ну, смотрим. Нам нужна казнь. Нам нужна... Нет, это проигрыш. Ну, 2-2. Посмотрим, как у нас паладин выстоит против патрона. Тоже матчап не из приятных. Далеко не из приятных. И патрон смотрится сильнее. Но пока в этой партии воину не удалось не выиграть ни одной партии. В смысле, ни одной игры. 2-2. Действительно, две партии он проиграл. Ну, все, нужно менять у нас паладину. А вот патрону можно оставить и гулю берсеркера. Так он и делает. Из приятного у паладина мало чего. Разыгрывает он сразу отомщение. Почему бы и нет. Здесь пойдет гуля. Берсерк. Укус. Все по мане, все здорово. А вот здесь уже начинаются проблемы. И что? Нет. Вот он. Приходит мини-бот. Никаких проблем нет. Нету и берсерк, и гуля в лицо. Хотя можно даже и удариться. Здесь есть смысл биться гулей. Потому что если будет размениваться у нас мини-бот, то он умрет. Ну, без бабла, разумеется. Никак у нас нельзя разыграть призы в бой, так как тоже умрет от гули. Но вот тут случается вот такая неприятность. Ульдаман приходит на помощь. Ну что, укус. Нужно убить этого ульдамана. А берсеркерам можно и в лицо пойти. Потому что очень и очень не хочется отдавать. Ну, я вижу еще один ход. Две раскрутки и казнь. Но это как-то... Урона много будет, но... Как-то слишком затратно. Не так неплохо. 7 урона сейчас. А, нет. Это Эвенж. Эвенж. Теперь можно подумать, чтобы разменяться. Да, я подзабыл, что Эвенж висит. Неудобная у нас интерфейс. И не видно, что там паладин над головой. Разыгрывает он просто оружие. Для того, чтобы хоть что-то сыграть по мане. Неприятно сейчас такая ситуация. Два патрона, конечно же, не будет раскручивать у нас немецкий игрок. Хотя, можно и два патрона раскрутить. Просто на следующий ход у нас будет разыгран лодхип. Лодхип не даст разыграться раскруткам. Но в любом случае, этот лодхип будет таким зеленым светом для патронов, скорее всего. Уже и два будет смотреться неплохо. По две раскрутки их может стать больше. Как это ни странно? Ну что, неужели будет разыгрывать Ситгрид Кипера и призыв в бой? Как-то укус висит все-таки. Ну, Плодхипа тоже под укус не очень. Но смотрится он мощнее. Вот так. Шесть жизней с печатью королей у нас у Секрет Кипера. Но это ей не поможет. Уж точно. Четыре патрона встречайте. Вот почему колода паладина слабее. Считается матчапом против патрона. Ну, конечно же, будет максимальный подконтроль. Нужно еще раскрутиться. Несмотря на то, что шесть маны стоит. Это раскрутка. И патроном... Двумя патронами 3.1 Разбиваться от Блодхипа. Смотрится это неплохо. Посмотрим, как сыграет Супер Джей. В принципе, я другого хода особо не вижу. Можно добрать, конечно, карты с помощью батл рейдж. Или выставить Эрмор Смит и Берсеркера. Ну, как-то это так себе. По мне, здесь один ход. Биться патроном 3.1 сразу об Блодхипа. Делать еще двух патронов. И оставшимся патроном 3.1 Добивать Блодхипа. И патроном 3.2 Идти в лицо. Ну, это будет вполне себе неплохо. И даже считает, что это бессмысленно, так как Блодхипы так и так разменяются. Ну, видимо, не ценит он жизнь своего патрона 3.3 так высоко. Вот такой у нас паренек выходит. И все-таки патрон 3.3, наверное, побольше бы пригодился. Посмотрим, что приходит с Тобора. Аж три карты у нас залетают. Гуля. Гуля прекрасно смотрится. Что я говорить? Остается решить, как правильно разбить секреты. Как бы хочется и Гулю оставить, вернее, оставить патрона под Гулю. Ну, патрона 3.2, чтобы он смог раскрутиться и дать еще одного патрона. Хочется с другой стороны и ударить этим патроном об разбафанного челленджера. И тогда с помощью казни добрать его. Угу. Версеркер. Ну, и пропускода тогда нужно делать. По-другому никак. Так, да. Так и делает. Есть одно существо 7.7. Но поможет ли это? Нет. Приходят ужаснейшие топдеки. Ну, что яйцо. Да, разбиваться нужно в любом случае. Хотя... Да нет, нужно. Нужно разбивать по-другому никак. Лучше раньше, чем позже сорвать этот нарыв. Хотя это и так неприятно. Будет свежий патрон 3.3, который разобьет секрет самопожертвования. Ну, как по мне, здесь уже не выкрутится. Действительно, будет очень трудно вырулить. Какие-то невероятные топдеки нужны. Наверное, нужен тот же Тиреон. Вообще, играет ли Тиреона у нас этот разновидность Секрет 1. Ну, наверное, он смог здесь помочь. Что сейчас делать с этим Берсеркером, тоже не особо понятно. Добивает патрона, разумеется. Из приятного то, что мало раскруток осталось. Единственное, наверное, с укуса. что, наверное, казнь и громошь как-то так. А громошь в того, на кого упадет у нас отомщение. Хотя, подождите, три секрета. Ну, это, наверное, у нас Redemption будет, правильно, что я понимаю? Не покаяние. Да, это Redemption, поэтому сейчас все проще. Действительно, можно... А, у нас на яйцо упало отомщение. Ну, собственно, а как же по-другому? Вот он громошь. Наверное, им нужно, да, подконтролить, чтобы запастись еще большим уроном для Берсеркера и также выходить уже в такой финальный пушь. Так, ну что, можно здесь вообще есть вариант? А, да, действительно, я сейчас нашел вариант. Можно оставить одного патрона в живых. и накинуть Sacrifice. И тогда это самопожертвование при отсутствии оружия у патрона даст еще прожить один ход у нас Secret 1. Но это такая себе история, потому что этот патрон еще и раскрутится об этот секрет. Но, в любом случае, жизнь она такая. кстати, да, это и лучший ход. Действительно, лучше убить этого патрона. Если будет оружие, в любом случае, это ГГ. вот этот патрон, который еще раз крутится, на него и так мало управы. Ну, смотрим за топ-деками. и это еще один патрон. Ну, что? Сразу же проверяет SuperJ, понимает, что там Sacrifice, и, ну, Крошер, как я понимаю, Armor Smith и Акалит, все это пойдет в бой. Хотя можно и патрона разыграть. В принципе, это уже не имеет такого особого значения. Там раскруток не так много. Но там может быть еще и на Rage. Поэтому, в принципе, можно будет разыграть. В любом случае, это просто статы, статы на стол. Ну что, получается, Ульдаман на Громаша или же нет? Или же Ульдаман на своего паладинчика Рекрута? И тогда паладинчик пусть разменяется с сначала с Крошером, а потом не Руб разменяется с... Так, вот это очень интересно было. То есть, подумал, что Armor Smith 1-4 наихудшее, что могло с ним случиться. Это жаба. Жаба, да. Жаба, это худшее, что могло произойти, действительно. Поздравляем немецкого игрока, SuperJJ. Он выходит у нас дальше в раунд о 64. Неплохая партия. Мне понравилось. По-моему, этот турнир обещает быть очень интересным. Будем следить за ним. И вы подписывайтесь на наш канал, на все наши каналы, все возможные, все внизу. И всем пока. Пока. Продолжение следует...